МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...по прикреплению граждан к учреждениям здравоохранения. И сегодня у нас в гостях директор филиала Фонд социального медицинского отстрахования Гордеева Лариса Балиславовна и главный врач 3-й городской поликлиники города Петропавловска, Ташетова, Альяшев, Сужина. И слово предоставляется Ларисе Балиславовне. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые присутствующие. С 15 сентября текущего года в Казахстане стартовала кампания по прикреплению граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи. Данная кампания продлится до 15 ноября текущего года. Основанием проведения кампании прикрепления являются правила прикрепления граждан Республики Казахстан и правила закупа субъектов здравоохранения, утвержденные приказом министра здравоохранения Республики Казахстан. Кампания прикрепления проводится только среди организаций здравоохранения, зарегистрированных в базе данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг в рамках гарантии на объем бесплатной медицинской помощи и в рамках медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. В связи с чем с 17 сентября по 13 сентября филиалом фонда проводилась процедура формирования базы субъектов здравоохранения. Особый оценок при формировании базы данных был сделан для максимального включения в качестве поставщиков медицинских услуг частных субъектов здравоохранения, имеющие государственную лицензию на оказание медицинской деятельности. База данных субъектов здравоохранения размещена на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения, на интернет-ресурсе филиала фонда медицинского страхования, а также на сайте Управления здравоохранения. Сформированная база субъектов здравоохранения Северокостанской области состоит из 56 поставщиков. Из них 33 поставщика – это государственные, и 23 поставщика – это частные медицинские организации. В сравнении с 2017 годом количество организаций возросло на 17%, в том числе частные организации на 35%. В частности, по организациям ПМСП, то есть первичной медико-санитарной помощи, которым будет проводиться компания прикрепления, можно гражданам обратиться на сайт фонда и там по ссылке пройти на список организаций Северокостанской области. И там будет видно, что те организации, которые имеют вид деятельности первичной медико-санитарной помощи, они имеют право прикреплять себе граждан. Это у нас 19 субъектов здравоохранения. В прошлом году, то есть в текущем году, в 2017 году у нас 17 объектов здравоохранения. То есть в этом году, в 2018 год заявилось 19. Это у нас 13 организаций центральных районных больниц. И плюс 4 организации, которые продолжают действовать с 2017 года. Это первая, вторая, третья полиглиника, частное некоммерческое учреждение Денсулык. И новая организация, которая у нас выходит на 2018 год по компании прикрепления. Это госпиталь Департамента внутренних дел и частная организация ТО «Панацея». То есть дополнительно еще 2 организации, которые будут заниматься компанией прикрепления. Прикрепление граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной административно-территальной единицы. То есть просим обратить особое здесь внимание. При свободном выборе гражданинам врача и поликлиники прикрепление к поликлинике осуществляется не чаще одного раза в год. Организация первичной медико-санитарной помощи осуществляет прикрепление при личном обращении граждан. Допускается прикрепление членов семьи на основании заявления в произвольной форме при предоставлении документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи. Прикрепление лиц, не достигших 18 лет, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность прикрепленного лица и его законного представителя. При выборе Организации первичной медико-санитарной помощи для медицинского обслуживания не стоит забывать о территориальной близости и его расположенности к вашему дому, так как близкое расположение поликлиники удобно вам и вашему участковому врачу. И при вызове на дом он сможет обслужить вас своевременно и качественно. Итак, вы выбрали поликлинику. Как к ней прикрепиться? Сделать это очень просто. Есть три таких момента. Для этого вам нужно прийти в поликлинику с документом удостоверяющей личность и написать заявление на имя главного врача. Никакой адресной справки не требуется. Ваше прикрепление будет осуществляться в день поступления заявления. Второй способ прикрепления поликлиники удобен для пользователей интернета. Для этого следует подать заявку через портал электронного правительства, то есть ЕГОВ, в форме электронного документа с указанием данных гражданина. В поликлинике ответственный работник получает электронный запрос из соответствующей поликлиники информационных систем и оформляет ваш талон прикреплению в электронном виде. Информацию о прикреплении можно узнать через портал ЕГОВ в разделе «Выбери поликлинику». Также, кроме этого, следует напомнить, что человек может прикрепиться к поликлинике, к одной только поликлинике, и быть зарегистрирован параллельно в нескольких поликлиниках невозможно, то есть только в одной поликлинике. При прикреплении гражданина к организации первичной медико-санитарной помощи, при непосредственном их обращении, открепление от ранней организации ПМСП проходит автоматически. Например, я переезжаю с города Алматы, например, город Петропавловск, прикрепляюсь здесь, автоматом вы открепляетесь от поликлиники в городе Алматы. Кроме того, обращаю ваше внимание, получение медицинской помощи по итогам данной кампании, прикрепление которой мы сейчас проводим, получение медицинской помощи будет только возможным с 1 января 2018 года. А то некоторые заблуждения бывают, что я вот сейчас прикрепилась, завтра я получаю помощь в этой же поликлинике, куда я прикрепилась. Вы пока продолжаете получать медицинскую помощь до 1 января в той поликлинике, в которой была кампания прикрепления предыдущего года. А данная кампания – это на следующий год. Ну и кроме этого, дополнительную информацию можно получить также на сайте фондфмс.кз по кампании прикреплений. Там есть вопросы, инфографики и так далее. Самое главное, когда в режиме онлайн, через ЕГОВ, корректно заполнять свой ИИН и фамилию, имя, отчество, и место проживания. Потому что вот уже имеют место быть отказы в регистрации через ЕГОВ. Сразу идут жалобы. Почему? Мне отказали, у меня есть два права, или прямое посещение поликлиники прикрепиться, или через ЕГОВ. Через ЕГОВ бывают отказы. И сразу же жалобы идут на сайт и так далее. Конечно, если есть отказ, значит, есть объективная причина. А причина одна – или неправильно ИИН указан, или место проживания некорректно указано, или вас нет в РПИНе. Поэтому, если пришел отказ через ЕГОВ, необходимо каждому подойти в поликлинику и разобраться, почему, в чем суть этого отказа. Они писают сразу на сайты и так далее. Потому что это причина все-таки вас, в этом пациенте, который хотел прикрепиться через ЕГОВ. Значит, некорректность подачи заявлений и указаний своих данных. Спасибо большое за выступление. Слово предоставляется, а я же к ссылке нет. Как сказано, что с 15 сентября по 15 января по всей республике проводится, в том числе и в нашей городской поликлинике номер 3, проводится кампания прикрепления к организациям ПМСП. Для этого, что у нас делается? Проводится информационно-разъяснительная работа среди населения. Значит, имеется объявление по бегущей строке, имеется объявление на сайте поликлиники. Не только на нашем сайте, но и на сайте всех поликлиник, которые оказывают амбулаторно-поликлиническую помощь. Определены приказом ответственные лица, которые будут вести эту кампанию прикрепления. Проверяются данные, внесенные в базу РПН регистры прикрепленного населения. Пациент обратился, если он к нашей поликлинике прикреплен или нет. Проверяется достоверность. Колл-центр и регистратура работают в обычном штатном режиме. Обучены регистраторы, обучены ответственные лица, которые ответственны за кампанию прикрепления. У нас в поликлинике имеются три регистратуры. В любом из них можно подойти и узнать по методике прикрепления. Необходимо только иметь с собой удостоверение личности, которое можно даже отселить внизу в регистратуре и написать заявление в произвольной форме на имя главного врача. Или регистратор направляет, если вам нужно точно уточниться, по участку прикрепления, то, значит, направляет к участковой медсестре или участковому врачу. Если данный участок на сегодняшний день работает, например, после обеда, и вы подошли с утра в поликлинику, то с этим пациентом будут заниматься старшие медсестры поликлиники. Значит, они у нас расположены на 226-м кабинете на взрослом корпусе. Хочу сказать, что прикрепление проводится здесь на сегодняшний день с теми, кто хочет выбрать поликлинику. А те лица, которые проживают на данной территории, которые уже прикреплены в поликлинику, они могут не обращаться, если хотят остаться в данной поликлинике и дальше обслуживаться. На сегодняшний день, например, хочу сказать, что с 15 сентября в нашей поликлинике прикреплено 197 пациентов. Из них 165 по свободному выбору. 32 пациента в связи с переездом. После того, как Вы написали заявление и предложили ксеропопию удостоверения личности, данные об этом пациенте передаются в Республиканский центр электронного здравоохранения и обрабатываются в этот же день. Как уже было сказано, не нужно открепляться с той поликлинике, от которой Вы хотите уйти. Почему? Потому что, когда Вы пишете заявление, она сразу автоматически, следом за прикреплением, идет открепление от данной поликлиники, где Вы раньше были прикреплены. Сказано было о том, что пациент должен прикрепиться только в одну поликлинику. Поэтому, в самом деле, здесь они должны выбрать, наверное, я хочу сказать, как лечебник, наверное, да, как организатор здравоохранения, ближнележащую поликлинику, в самом деле для того, чтобы получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Бывает так, что обращаются с другого конца города на прикрепление. Когда идет вызов или приходят на прием, могут нарушиться вот эти часы приема, где уже было определено для этого человека. Или вызов на дом. Да, или вызов на дом. С нашей поликлиники, например, поехать в ДСР, это определенные сложности. Поэтому просьба учесть в выборе поликлиники то, что пациент расположен, место жительства расположено до ближнележащей поликлиники. Есть способ, сейчас уже говорили, есть способ прикрепления через портал электронного правительства. На сегодняшний день у нас поступило заявление, но оно обрабатывается, у нас оно поступило только 21-22 числа, поэтому точное количество, сколько прикреплено через его, я пока еще не могу, пока заявление не обработается. Ответ сразу не в режиме онлайн. Почему? Потому что она должна, вот как я сказала, отрабатываться, должно пройти через РЦЗ, и потом уже будет предоставлен ответ. Но для этого пациента тоже, для этого метода тоже имеется определенное ответственное лицо, которое ежедневно, в течение дня, рассматривает поступившиеся заявления. При личном обращении тоже бывает. Заявление написали, оставили к серотику за своей личности. Она плохо отселена, или какие-то вопросы есть, и мы не можем прикрепить. Поэтому, когда пишем заявление, мы обязательно просим контакт на телефоны, как можно будет созвониться и ответить. В самом деле, по результатам данного прикрепления, данной компании, медицинское обслуживание будет осуществляться с 1 января 2018 года. Кроме прикрепления, у нас ежегодно, два раза в год, проходит перепись населения. Непосредственно, медицинские работники посещают адреса проживания пациентов по данным прикреплениям и уточняются, проживают они к данному адресу или нет. Так тоже мы проверяем. Значит, второе, как вот сейчас сказали, ошибочное удостоверение личности, ошибочные адреса, пациенты там не проживают, и мы ищем этих пациентов по итогам прикрепления и не можем найти. Если прикрепился к этой поликлинике, значит, нужно сразу же уточниться, к какому врачу, на какой участок, часы расписания данного врача, чтобы иметь контакт уже непосредственно с участковым врачом или медицинской сестрой. Кроме этого, мы сейчас вместе с прикреплением определяем сразу же статус по медицинскому страхованию, застрахованный он или нет, и даем консультации. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашей работы подошло к концу. Мы благодарим вас за активную часть и уважаемые гости за предоставленную информацию. Всего вам доброго и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова